Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня перед вами выступлю я, Егор Белячков, со своей темой «Внешняя политика Австро-Венгерской империи накануне Первой мировой войны 1908-1914 годы». Соответственно, свой рассказ я хочу начать с высказывания русского историка начала XX века Павла Павловича Митрофанова, который говорил, что история Австрии является воистину золушкой исторической науки. Прежде чем переходить к рассказу об истории внешней политики Австро-Венгерской империи данного периода, нужно сказать о том, как же она сформировалась, какие факторы повлияли на становление внешнеполитического курса империи Габсбургов этого периода. Во второй половине XIX века Австро-Венгерская империя испытывает большие трудности, связанные в первую очередь с решением внешнеполитических задач, связанных с решением германского вопроса в германских землях, а также с объединением Италии. В результате двух войн 1860-х годов Австро-Венгрия теряет свои позиции в германских землях в результате поражения от прусских войск в 1866 году в Австро-Прусской войне. Далее Австро-Венгерская империя также постепенно теряет свои позиции в ломбардо-венецианском королевстве, которое являлось одной из ее провинций на протяжении многих лет в связи с процессом объединения Италии. Следовательно, еще одним фактором трансформации внешнеполитического курса Австро-Венгрии становится решение национального вопроса. XIX век знаменит своим возрождением национальных проблем во многих государствах Европы. В Австро-Венгерской империи, которую населяли многие народы, это проявилось чрезвычайно остро. В связи с тем, что еще в 1848-49-е годы произошло венгерское восстание на территории Габсбургской империи, в рамках которого произошло частичное решение национального вопроса, однако эта проблема оставалась одной из важнейших в истории монархии. И, соответственно, к 1867 году Австрийская империя будет преобразована в Австро-Венгрию. Именно с этой даты ее можно так называть в связи с тем, что она будет преобразована в дуалистическую монархию. Дуалистическая монархия – это в первую очередь монархия, в которой имеется два имперских центра, то есть Вена и Будапешт, которые станут лидерами в рамках Австро-Венгерской империи вплоть до самого последнего года ее существования, то есть до поражения в Первой мировой войне, до 1918 года. И именно период с 1867-1868 года вплоть до 1918 года будет определяться поиском, продолжением решения национального вопроса в рамках Австро-Венгрии, что найдет отражение во внешней политике. В первую очередь, как я уже говорил, Австро-Венгрия потерпела поражение и в германских землях, и в Италии. То есть европейский вектор ее политики был, можно сказать, поражен этими вопросами, и у нее оставался лишь выход продолжать свою экспансию, внешнеполитическую деятельность на Балканском полуострове. И весь этот период, начиная с 1868 года, будет пристальное внимание австрийских политиков и всей политической элиты Австро-Венгерской империи, будет направлен именно на Балканский полуостров, где Австро-Венгрия будет стремиться расширить свое влияние, и этот регион станет, наверное, судьбоносным в рамках империи. И, следовательно, с этого периода можно уже говорить о приоритете Балканском в рамках внешней политики Австро-Венгерской империи. Сначала мы перейдем к первому слайду, и здесь представлены очень интересные статистические данные, показатели переписи населения Австро-Венгрии в 1910 году. Ну, конечно же, данные эти приблизительные, но эта перепись и действует о том, в каком положении находился национальный вопрос в рамках дунайской монархии. Следовательно, из него можно видеть, что ни один народ не доминировал в рамках империи, то есть нельзя было говорить о преобладании какой-либо национальности, народа. Следовательно, мы здесь можем видеть, что немцы, конечно же, занимают лидирующее положение в рамках монархии, однако все-таки они не могут показать свое лидерство, и, следовательно, вынуждены искать компромиссы с другими народами. Это, как уже я говорил, выразилось в заключении в 1867 году соглашение с Венгрией при преобразовании в дуалистическую монархию. Ну, вот Венгры являлись потому что вторым по численности народом в рамках монархии, следующим уже к началу XX века народом, который набирал свою силу и предъявлял большие политические требования, как социально-экономического характера, так и в иных отношениях являются чехи. И также можно здесь отметить поляков, русинов, румын, хорватов. Мы можем видеть, какая палитра народов представлена в рамках монархии, что, конечно же, не способствовало достижению какого-либо политического компромисса и часто обостряло национальные проблемы в рамках империи. И именно национальный вопрос станет, наверное, фарватором тоже в рамках внешней политики, внешнеполитического курса империи. И, соответственно, в этих условиях будет строиться внешняя политика Австро-Венгрии. К чему, какие же основные можно выделить тезисы в развитии, вот как я уже говорил, балканского направления австро-венгерской внешней политики? Здесь, в первую очередь, конечно же, взаимодействие с Российской империей. Российская империя являлась одной из крупнейших в мире. И балканские проблемы, то есть решение, поддержка национально-освободительного движения балканских народов, которые в тот период боролись за свои права и территориальную независимость от Османской империи, ну, от Турции. И Петербург стремился постоянно поддерживать, ну, в определенные, конечно же, периоды с какими-либо какими-то оговорками, но тоже одним из, можно так сказать, фарваторов российской внешней политики было взаимодействие именно с православными народами балканского полуострова, которые отчасти уже ко второй половине XIX в начале XX века были либо освобождены, уже получили свою независимость, либо находились еще под властью турецкого султана. И в рамках этого интересы Российской империи неминуемо сталкивались с интересами Австро-Венгрии. И вот это столкновение тоже именно на Балканском полуострове станет, наверное, судьбоносным как во внешней политике, как Австро-Венгерской империи, так, я думаю, даже и Российской империи. Ну, следовательно, многие исследователи это тоже отмечают. И, соответственно, в этих рамках тоже будет строиться политика двух империй, их взаимодействие на Балканах. В конце XIX века в Российской империи правил император Николай II, а в Австро-Венгрии император Франц Иосиф. Эти монархи, можно сказать, не были как-то близки ни по духу, наверное, ни по каким-то внутреннему поиску внутреннего консенсуса. Они даже были очень разными по возрасту. Императору Франц Иосифу было уже больше 60 лет, Николай II был достаточно еще молодым. Рубежи XIX-XX века и, соответственно, достижение политического компромисса между двумя империями было очень трудно. Их как раз затрудняли именно решение вопроса на Балканах. В связи с этим в 1897 году в качестве ответного визита император Франц Иосиф посетил Петербург, где встретился с Николаем II и было достигнуто соглашение, в рамках которого говорилось, что на Балканах будет сохраняться статус-кво. Что такое статус-кво? Это, в первую очередь, сохранение прежнего порядка вещей, прежнего политического устройства, то есть его неизменность в каком-либо регионе. В данном случае это, конечно же, Балканы. То есть две империи были заинтересованы в конце XIX века в замерении Балкана в связи с тем, что Российская империя в начале XX века начинает обращать свое внимание на Дальний Восток. Дальневосточная политика Российской империи в этот период набирает обороты, и осложнений каких-либо событий на Балканах ей было не нужно. Австро-Венгрия, как я уже говорил, постоянно находилась в поисках решения внутреннего национального вопроса, и, соответственно, какое-либо территориальное изменение на Балканском полуострове тоже не были в ее прийти в данный период. Следовательно, к началу XX века мы можем видеть, что в рамках Австро-Венгерской империи существует острая задача поиска решения национального вопроса, который был неразрывно связан с решением внешнеполитической задачи на Балканах. Австро-Венгрия решила сделать, можно сказать, ставку на расширение своих сфер влияния, которое не противоречило, как я уже говорил, договору с Российской империей и устным соглашением. То есть, что здесь подразумевается? Это, в первую очередь, расширение сферы влияния на какие-либо политические круги какой-либо балканской державы. В первую очередь, конечно же, Австро-Венгрия пыталась закрепить свое влияние в Сербии. К началу XX века в ней правила династия Абреновичей. Эта династия была в хороших отношениях с Австро-Венгрией и была готова к сотрудничеству. Но в 1903 году в Белграде произошел вооруженный переворот, династия Абреновичей была свергнута, и на престол пришла династия Карагеоргиевичей, которая провозгласила приоритетом своей внешней политики поиск более тесного соглашения с Российской империей для реализации тоже сербской, можно сказать, национальной идеи, то есть объединения всех сербов в рамках сербского государства. Но, как мы понимаем уже из этой таблицы, которые тоже представлены на слайде, сербы проживали также и в Австро-Венгерской империи. Соответственно, это говорило о том, что неминуемо возникнет конфликт между Австро-Венгрией и Сербией, сербским королевством. Далее. На Балканах также одним из лидеров национально-освободительного движения была Болгария. Болгарское королевство на тот период возглавлял Фердинанд Кабургский из Кабургской ветви, которая была очень родственна правящему в Германии дому Гогенцолернов, которые, соответственно, проводили очень активную политику на Балканском полуострове, в Малой Азии, в частности, в Османской империи тоже, в связи с так называемой железнодорожной гонкой, которая началась в конце 19-го, начале 20-го века. Массовое железнодорожное строительство охватил и Балканский полуостров. В первую очередь немцы планировали построить так называемую свою железную дорогу в Малую Азию. То есть это непрерывное перемещение товаров, которое должно было сделать из Германской империи Геймона в Европе. Соответственно, в рамках подобного положения вещей можно сказать, что именно Болгария будет ориентироваться в этот период на Австро-Венгерскую империю, на Германскую империю, то есть на Тройственный союз. Как мы знаем, в конце 19-го века начинает складываться блоковая система в Европе. То есть, что это здесь подразумевается? После заключения Тройственного соглашения 1882 года будет создан так называемый Тройственный союз между Германией, Австро-Венгрией и Италией. И к началу 20-го века он продолжал в таком виде существовать. Постепенно формируется будущее Антанта. Уже к началу 20-го века заключен договор между Российской империей и Третьей Французской республикой. Позже к ним в 1907 году присоединится Англия. Что, конечно же, тоже осложняло положение вещей на Балканах и сказывалось тоже на внешней политике балканских государств. После начала соперничества великих держав на Балканском полуострове можно выделить несколько факторов, которые здесь преобладали. В первую очередь, это же, конечно же, закрепление, как я уже говорил, своей сферы влияния Австро-Венгрии и Германии в Болгарии, а также попытка закрепиться в Сербии, которая не удалась в связи с переворотом 1903 года. Но Австро-Венгрия пыталась оказать влияние также на Румынию, в которой правила династия Гогенцолен-Зигмарингенов. И, соответственно, также, ну, отчасти в Греции, но в Греции эти попытки были не столь успешными. И, соответственно, именно Австро-Венгрия в этот период на Балканах делала ставку именно на Болгарию. Что же можно здесь еще сказать? Именно Австро-Венгерская империя будет продвигать, в первую очередь, свои интересы среди всех балканских государств. То есть здесь получат, так называемая, можно условно сказать, политика стравливания мелких балканских государств между собой. То есть в интересах Вены было не допустить какого-либо союза между всеми балканскими государствами, что могло привести к войне против Австро-Венгрии. И именно в этот период Австро-Венгрия стремилась к достижению подобного рода соглашений. Мы сейчас с вами обратимся к карте, которая здесь представлена. Эта карта показывает национальный состав Австро-Венгерской империи. И здесь мы можем видеть, что практически каждая из ее земель имела очень смешанный состав. В каждой из земель было также преобладание какого-либо народа. В частности, возьмем, например, территорию Австрии, самой именно коронных земель, в которых преобладали австрийские немцы. Но также мы можем видеть, что, например, по отношению к ней на севере, в Богемии уже преобладает чешское население. Смотрим дальше на восток. Здесь уже находится Венгрия, где абсолютно доминируют венгры. Можно обратить внимание на так называемые юго-восточные провинции Дунайской монархии. В первую очередь на Боснию и Герцеговину, которые еще с 1878 года после Берлинского конгресса были переданы ей в управление. Фактически оккупированы австро-венгерскими войсками. До этого они принадлежали турецкому султану, но, как решило совещание европейских держав, что именно передача вот этой провинции, бывшего турецкого виллоета Австро-Венгрии, поможет решить проблему национально-особоительного движения и в целом проблему решения восточного вопроса в рамках, вот как раз на территории Балкан. Как я уже говорил, одной из внешнеполитических задач Австро-Венгрии было обустройство в первую очередь оккупированной провинции Боснии и Герцеговина в рамках Австро-Венгерской империи, которая с 1878 года, как я уже говорил, была передана под управление Вены и Будапешта. То есть Босния и Герцеговина получили именно такое своеобразное внутриполитическую позицию в рамках Австро-Венгрии. Они были управляемы общим имперским министром финансов, который управлял от имени Вены и Будапешта этими территориями. Но они были оккупированы австрийскими войсками, и, соответственно, на их территории продолжалось бурное развитие национального движения, и что очень сильно влияло в первую очередь на позицию со стороны других великих держав. Здесь особенно знаменита младо-турецкая революция 1908 года, которая ознаменовала изменение, в первую очередь, внутренней политики и внешней политики Османской империи в связи с тем, что молодо-турки, то есть движение, которое пришло к власти в Константинополе, в Стамбуле, стало стремиться к восстановлению Конституции 1876 года, в рамках которого Босния и Герцеговина обозначались как владение турецкого султана. Соответственно, созывая также заседание парламента в рамках, они должны были прислать делегатов в Стамбул для обозначения, в первую очередь, принадлежности именно этих территорий, как территорий, подвластных турецкому султану. В Вене закономерно беспокоились, что это может привести к отторжению уже занятых австрийцами позиций в Боснии и Герцеговине, в рамках которого Алоис фон Эренталь пытался именно закрепить Боснию и Герцеговину в рамках Австро-Венгрии, то есть полностью аннексировать эти территории и признать их владениями австрийского императора. И, соответственно, в Российской империи сначала к этому действию мы относились очень сомнительно, очень скептически, в связи с тем, что это привело бы к нарушению того самого статус-кво, который установился на Балканах. Однако все-таки в рамках данной политики Российская империя не была готова как-то либо противодействовать Австро-Венгрии и пыталась с ней договориться, то есть чтобы аннексия произошла в более такой официальной обстановке и была решена либо на совещании великих держав, либо Российская империя должна была получить какие-либо проференции в рамках восточного вопроса. То есть что это означает? Если Австро-Венгрия окончательно объявляет об аннексии Боснии и Герцеговины, соответственно Российская империя получает от дозволения от Австро-Венгрии изменить, например, статус режима Черноморских проливов, то есть проливов Босфора и Дарданеллы, которые являются очень болезненной, наверное, точкой тоже внешней политики Российской империи на протяжении всего как XIX, так и первой половины XX века. Соответственно, можно также отметить, что именно в рамках вот этих договоренностей, которые были достигнуты в сентябре 1908 года, в рамках встречи министра иностранных дел Австро-Венгрии Эренталес, министра иностранных дел Российской империи Извольским, в замке Бухлау, ну замок Бухлов, он также сейчас, можно его в историографии называют, он находится на территории Богемии, то есть в Чехии, и в рамках этих договоренностей было достигнуто соглашение, что если Австро-Венгрия официально объявит о аннексии Боснии и Герцеговины, соответственно, Российская империя заранее должна получить какие-либо преференции в рамках Черноморских проливов. Это соглашение было достигнуто в устной форме, и каких-либо письменных договоренностей не было зафиксировано. Соответственно, уже после стремления Австро-Венгрии сиюминутно решить эту проблему, привело вновь к ухудшению отношений с Российской империей в связи с тем, что в октябре 1908 года Австро-Венгрия, не уведомив Россию, как она обязывалась в рамках прежних устных договоренностей, аннексировала Боснию и Герцеговину, что привело, соответственно, к ухудшению отношений между двумя монархиями, и, соответственно, положило начало их противостоянию вплоть до 1914 года. Закономерно многие исследователи называют Боснийский кризис, или еще его по-другому могут называть аннексионный кризис, как пролог к Первой мировой войне. То есть вот этот промежуток времени, начиная с 1908 года и заканчивая 1914 годом, является, наверное, судьбоносным в отношениях между двумя империями. Что же произошло дальше? Следовательно, далее мы с вами можем обратиться к представленной здесь карте. Это карта территориальных изменений на Балканах после Первой и Второй Балканских войн. Балканские войны произошли в связи с тем, что Австро-Венгрия, также Российская империя, Османская империя, во-первых, сначала же расширяли свои сферы влияния на Балканском полуострове, но здесь ключевую роль сыграла межнеполитический курс Российской империи на создание так называемого Балканского союза, который бы противостоял как Австро-Венгрии, так и Османской империи. В этот Балканский союз по задумке России, Российской империи, должны были быть включены, в первую очередь Болгария, Сербия, Черногория, Греция. И вот эти государства должны были играть ключевую роль в сдерживании амбиции как Австро-Венгрии, так и Османской империи. То есть они представляли собой как так называемую, можно сказать, условно буферную зону между этими двумя империями, которые также имели свои интересы на Балканском полуострове. Соответственно, здесь можно также на карте увидеть, что территориальные изменения, территориальные границы после этих войн очень сильно разнятся. В связи с чем это было вызвано? Первая Балканская война началась в 1912 году, после создания Балканского союза, когда четыре балканских государства начали войну против Османской империи, то есть по полному освобождению как дальнейших территорий на Балканах, так и полному устранению власти турецкого султана. Ну, конечно же, ключевую роль в победах над турками здесь сыграли Болгария и Греция. Но также здесь приняли активную часть и сербские войска. И уже по ходу Первой Балканской войны стало ясно, что именно между бывшими союзниками возникнут противоречия. Это было вызвано в первую очередь тем, что многие политики как в Болгарии, так и в Сербии, так и в Греции пытались для своей страны приобрести наиболее выгодные условия в рамках мирного договора, что, конечно же, вызывало неприятие у соседей. Здесь стоит выделить сведения по статистическим данным относительно населения, принятого в этих странах. Можно, согласно таблице, проанализировать, как Белград, София и Афины строили свою внешнеполитическую позицию накануне, в первую очередь, Балканских войн. Можно здесь видеть, что данные от каждого государства представляют, в первую очередь, именно их взгляд на население тех территорий, которые находились на Балканах. Например, если обратиться к болгарским статистическим данным от 1900 года, они на территорию Македонии давали сведения, что именно болгарское население там преобладает. Можно видеть, что там, по их данным, болгаров проживало более миллиона человек. Ну, соответственно, если мы возьмем, например, сербов, по их данным всего было 700 человек. Следовательно, дальше мы обратимся к сербским статистическим данным. Они дают статистику по сербам в 2 миллиона человек. Соответственно, по болгарам всего 57 тысяч. Мы можем видеть, как уже две страны, соответственно, по-разному оценивают те территории, которые они хотели бы разделить по итогам Балканских войн, то есть территорию Македонии. Дальше можно обратить внимание на греческие статистические данные, в рамках которых, например, сербы вообще отсутствовали на территории Македонии, что тоже, конечно же, не могло быть достоверным, скорее всего. Но такие данные мы можем иметь. И они, в первую очередь, нам показывают, что согласия между союзниками в рамках Балканского союза не было. И, соответственно, это могло привести к будущему и привело к разногласию между союзниками по Балканскому союзу. Следовательно, мы вернемся с вами к карте и посмотрим, как же территориальные изменения, какие произошли на Балканах. После окончания уже Второй Балканской войны. Вторая Балканская война закончилась в 1913 году и привела к тому, что Болгария выступила против своих бывших союзников по Балканскому союзу, то есть, в первую очередь, против Сербии и Греции. Турция в этот период воспользовалась случаем и нанесла Болгарии ряд поражений. И, соответственно, мы можем видеть, как территория Болгарии, те завоевания, которые она получила по итогам Первой Балканской войны, были значительно урезаны в рамках мирного договора по итогам Второй Балканской войны. Следовательно, именно Болгария считала себя неправедно униженной после окончания Балканских войн и стремила всячески к пересмотру своих позиций. Соответственно, можно здесь тоже выделить тот факт, что Болгария и либеральный кабинет Васила Радославова, который пришел к власти в Болгарии в 1913 году, всячески искал тех виновников, которые привели к Болгарию к такому поражению по итогам Балканских войн и утрачиванию ее позиций. Вот в таком именно режиме строились отношения между ключевыми балканскими государствами в период накануне Первой Мировой войны. Австро-Венгерская империя в данный период стремилась всячески поддерживать, конечно же, свою союзницу Болгарию, и в будущем это найдет отражение уже в заключении так называемого Четверного Союза, уже в период Первой Мировой войны, когда Болгария открыто выступит на стороне Тройственного Союза, и, соответственно, всю Первую Мировую войну будет воевать за Австро-Венгрию и Германию. Ну, соответственно, против Сербии. Сербия останется, конечно же, под влиянием Российской империи, именно Сербия станет ключевым союзником Российской империи в данный период, что тоже предопределило, наверное, внешнюю политику Австро-Венгрии по отношению к Сербии. Отношения австро-сербские очень сильно ухудшатся, как и после, уже очень сильно после окончания Балканских войн, что нашло отражение в, в первую очередь, различных экономических, ну, как вы сейчас сказали, санкциях. Там были различные, также политические конфликты между двумя государствами. Ну, и самое известное из них, конечно же, станет потом обвинение в убийстве сербскими националистами, ну, в частности, Гаврилой Принципом, австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, когда он будет посещать город Сараево. Сараево, как я уже, является столицей, как я уже говорил, именно Боснии и герцеговины, которая была включена после 1908 года, став Австро-Венгрией. И после, вот, во время его посещения в Сараеве в 1914 году он будет убит, что будет вызвано резкое обострение отношений с Сербией. Австро-Венгрия обвинит в этом сербские националистические круги, и, в первую очередь, правительство Сербии, и с этого, так сказать, повода начнется Первая мировая война. И вот как раз можно также отметить, что в этот период вот эта политическая нестабильность на Балканах не способствовала компромиссу как между основными государствами, так и между великими державами, потому что все практически великие державы стремились закрепить свои сферы влияния в балканских государствах так или иначе. Ну, в первую очередь, это, конечно же, Австро-Венгрия, Российская империя, ну и, конечно же, Германия. Франция и Англия здесь так сильно на Балканах не были представлены, в связи с тем, что у них очень активно тогда была колониальная политика, и тоже противостояние с Германской империей уже в колониальном вопросе на территории Африки, в Южной Азии и в других регионах. Соответственно, вот к началу 1914 года Балканский регион подошел в состоянии крайней напряженности. Австро-Венгрия очень часто проводила свои военные маневры. Это началось еще с того самого 1908 года. Вот мы можем тоже обратиться к статистическим данным, которые здесь представлены. Это суммарный показатель ассигнования Австро-Венгерской империи на армию. Мы можем видеть, что он практически каждые годы оставался на достаточно высоком уровне, и тоже можно проследить, что, допустим, в годы относительного спокойствия на Балканах показатель ассигнований на армию в Австро-Венгрии сокращался. Например, в 1910 году, когда уже аннексионный кризис в рамках, по отношению к Боснии и Ерцеговине завершился, ассигнования на армию упали до 366 миллионов крон. Уже к 1913 году, то есть в апогей завершения Балканских войн, они выросли до 430 с лишним миллионов крон, что также как раз демонстрирует именно ключевую роль Балканского региона во внешней политике Австро-Венгерской империи. Давайте с вами также обратимся в первую очередь к историографии и к историческим источникам, по которым можно проследить историю как внешней политики Австро-Венгрии, так и государств, с ней связанных. Среди российских публикаций можно отметить, в первую очередь, основные – это международные отношения в эпоху империализма, также публикации в Красном архиве, которые освещают как события вокруг Боснии и Герцеговины, события в рамках Балканских войн, в целом внешнеполитические позиции Австро-Венгрии, отношения с Российской империей и с другими великими державами. Далее можно также обратиться к зарубежным публикациям исторических источников. Это же, в первую очередь, австрийская публикация «Osterreich Ungern South in Politik», что она является одной из фундаментальных, которая была опубликована в Австрии в начале 30-х годов прошлого века. Ну и современная публикация, которая представлена рядом, тоже все это говорит о том, что политика Австро-Венгрии, ее внешняя политика, как в отношении отдельных балканских государств, так и взаимоотношения с Российской империей, являются одним из важнейших в данный период. И, соответственно, сейчас исследователи рассматриваются как подлинные причины начала Первой мировой войны, одни из причин начала Первой мировой войны. Обратимся также к источникам, например, личного происхождения, каким-либо воспоминаниям. Здесь я представил одну из новейших публикаций, это «Балканские воспоминания» Василия Николаевича Штрантмана. Он являлся первым секретарем российско-дипломатической миссии в Белграде, то есть в Сербии, в период с 1911 по 1914 год. То есть в рамках его воспоминаний попадают, конечно же, судьбоносные балканские войны, в целом внешняя политика Астер-Венгии, которой он посвящает, уделяет большое внимание. Здесь вот эта публикация, она в России была опубликована в 2014 году и, наверное, говорит о том, что поиски, в первую очередь, архивных материалов, публикаций продолжаются практически по сей день. Ну, конечно же, очень много мемуаров, воспоминаний было опубликовано уже во второй половине XX века, еще даже в 20-30-е годы в Советской России и в зарубежных странах тоже отмечены большие объемы публикаций именно источников личного происхождения, по которым исследователи стараются проследить, как же события на Балканах разворачивались именно в данном русле. А теперь обратимся к историографии. Здесь я представил одно из, можно сказать, самых современных исследований, которое в 2023 году была опубликована книга Ольги Вячеславовны Павленко. Это известная российская история, которая занимается как взаимоотношениями между монархией Габсбургов и Российской империей, так и в целом при проблеме панславизма, которая была одной из доминирующих взаимоотношениями между двумя монархиями. Также представлена вот ее здесь диссертация, которая называется «Славянский фактор во внешней политике Российской империи, монархии Габсбургов». Ну, там очень большая хронологическая рамка с 1830-х годов до 1914 года, то есть целые практически сто лет взаимоотношения между двумя империями протекали именно вот через данный феномен, и исследователь очень детально это показала, что также можно обратиться к этой монографии и ознакомиться с ней. Она представлена в широком доступе. Также я бы хотел продемонстрировать совместные российско-австрийские публикации. Это знаменитая публикация Российско-австрийской комиссии историков. Они продолжаются, за несколько лет выходили, сейчас продолжаются тоже. Именно вот в рамках данных публикаций стараются российские и австрийские историки тоже представить свои исследования, которые именно влияли не только на внешнюю политику Австро-Венгерской империи, но и на взаимоотношения с другими государствами. В частности, освещаются вопросы экономического, политического характера, социально-экономического развития. Далее также я бы, наверное, показал, какие монографии последние выходили в той же Австрии. Здесь представлены две публикации. Первая – это коллективная монография австрийских и немецких историков, которая носит такое красноречивое название «Имперские вызовы Австро-Венгрии». То есть здесь освещается как и национальный вопрос в рамках монархии Габсбургов, так и ее внешнеполитические позиции. Далее представлена монография известного австрийского историка Карла Вацелки о Франции Иосифе I, то есть о том императоре, который руководил более 60 лет Австро-Венгрией, то есть как раз до 1916 года, когда она начала терпеть поражение в рамках Первой мировой войны. То есть фигура данного императора является ключевой при рассмотрении внешней политики Австро-Венгрии. И, соответственно, обращение к ней сейчас продолжается, публикуются монографии. На этом я бы хотел завершить свою лекцию. Спасибо всем слушателям. До новых встреч на канале Универ ТВ. Универ ТВ